всем приветики 20 апреля ночевали в населенном пункте называется кириллова проснулись время по 7 утра уснула вчера поздно еще немножко монтировала ноутбука на полу стоит заряжал тут технику номер я вчера показывала я спала там на кровати куля выбрал себе место в углу а я спала вот вот там вот рядом с розетками потому что розетки почему-то здесь в одном только месте номер классный номер хороший швыни привет покормил швынюх сами что-нибудь попьем с утра есть не хочется как вы набомбили сейчас пеленку закручу одноразовые пленки просто очень здорово в дорогу он смотал выкинул и все сейчас придумываться и покажу вам потихонечку гостиницу гостиница двухэтажная сейчас покажу там вот холодильник там наши продукты здесь термопод микроволновка тут номера и лесенка вниз там темно лестница вниз на первом этаже туалет биде цветочки кстати цветочки стоят не знаю какие вот я зашла мы здесь купались вот здесь вот кабинка большая огромная классная там шумит вентилятор работает и тоже есть унитаз посмотрим кириллова при дневном свете вчера вечером ехали с коли вообще ни в одном доме света не было как город вымер но уже поздно ехали пока прямо сказала километр коль пока прямо мы долго ехали тут вчера сейчас подъедем покажу оленя то что ли мы когда первый раз еще давно с детьми поехали в отпуск вскоре только начинали сети вот возле этого дня мы останавливались покушать она олень я пью а лось лось но не плохо было видно конечно наверху ну короче мы тут были много-много лет назад а как мы сюда попали мы не можем понять то что по этой дороге вообще-то не ездим этому заезд был нас кириллово а там трасса мы по трассе ездим как мы сюда с детьми тогда попали мы не можем сообразить ну что хочу сказать снега почти нету смотрю окрестность это вологодская область снег лежит но уже мало мало его и это радует кстати мне написали сейчас отвечала на комментарии написали что в воронежской области уже отсвели подснежники но там начинать свистеть тюльпаны что там уже травка есть для свинюх большая так что едем весну я учу то не пойму нас когда мурманске появляются проталины сразу бы над дорогой растет математчик а здесь он какие огромные проталина неужели она здесь не растет не может такого быть или рано еще для математчих я мне одного желтого цветочка не вижу очередное включение въехали в ярославскую область за бортом пока ничего не меняется все по-прежнему но я присматриваюсь на деревьях прям очки они такие прям ну уже длинноватые мне так кажется набухшие все вот-вот и все распустится но уже в воронежской области там по-любому все потеплее все больше прям заметно вот котики да 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 я прям смотрю смотрю любуюсь любуюсь каждой веточкой мы на заправке хотела вам сказать рассказать про папины сообщения они меня просто улыбнули а до сообщения вчера вечером когда мы подъезжали нет начнем с первого сообщения то есть мы выехали мы выехали папа написал ангела-хранителя но он всегда так пишет и потом когда следующие сообщения я ему шлю с дороги он пишет мне допустим там ну так профильку про маму ну чего нибудь пишет короче сейчас вчера вечером мы подъезжали папа мне выдал второго ангела-хранителя когда мы подъезжали к месту дочевки я думаю ну здорово у нас уже два ангела-хранителя сегодня значит утром я ему пишу продолжаем дорогу уже два часа как в пути папа мне пишет третьего ангела-хранителя я не знаю почему но меня так это влывнуло так что у нас теперь уже три ангела-хранителя есть которые с нами в дороге и надеюсь папа может выдаст еще четвертого если мы буду писать сообщение вечером коля набрал нам вкусняшек взял кофе вот в стаканчиках теперь такой стаканчик у нас и взял по тепленькому пирожку сейчас будем завтракать и взял с меня пример сахарка набрал все по-хозяйски молодец кстати вижу математику приближая расплывается короче она есть вижу он желтенькая это у нас мост который называется мост юбилейный а вот это вот река волга через 1 километр 500 метров держитесь левее а вон куда машину закинули на самую верхотуру москвач или как москвич старый да или нет не москвич или запорожец а запорожец да точно такой наверное запорожец название собакорожец и че ввели язык гуманитарный да коль он увидел украинские номера и флаг синие желтые украинские ну возможно это ДНР или ЛНР а может гуманитарку везут забирали а я говорю не не может быть откуда украинская машина здесь у нас ездит а тут распродажа флагов каких только нет полотенца уже торгуют рыбу уже мы видели грибы в банках еще всяка лук подвешено такими вот косичками красивый мы все едем за этой машиной Переславь-Залезки 36 километров так а че там еще впереди сергия посад 101 москва 162 на москву мы по кольцу пойдем деревья уже какие высокие высоченные просто большие-пребольшие а тут у нас мягкие игрушки продают да? да медведей ведмедей а вон уже живые цветы здесь видно тепло возле дома гляньте живые ж я думаю живые кто сюда будет искусственные втыкать это у нас Переславь-Залезский проезжаем здесь вот церковь небольшой такой городочек небольшие дома и мы не первый раз уже здесь ездим вот тоже церковь какая-то площадь какая-то вот тоже храм действующий нет непонятно ну там трубы какие-то наверху непонятно для чего может быть полив какой-то полив полив здесь нету сопок сопки в Мурманске а может газ короче мы уже под Скаду едем дорога хорошая дорога платная сейчас будем периодически вошлять а это что заменитель Макдональдса М грилл кафе маршрут перестроен они перестроены на заправку приехали впереди платная дорога едем уже наверное около часа под дождем проливным звонила тетя Флава сказала Воронеж тоже заливает дождик поэтому такая вот погода на данный момент так пункт взимания платы так смотри да где желтая что деньги ну вот смотри посерединке все работают да да все работают о тут нету никого да поехали туда дождик вот тут хватит уже ну сколько можно заехали на заправочку осталось 200 с чем-то километров уже до Нижнего Экорца время сколько время 18.54 7 часов но уже скоро начнет темнеть бедный Коля устал или идет но здесь уже я его менять точно не буду потому что сейчас будет темнеть во-первых во-вторых дождь а в-третьих Коля сам не хочет пересаживаться поэтому поедем остаток пути по темнушкам но хорошо что осталось совсем немного 200 километров это не две с половиной тысячи которые мы отмотаем когда приедем в Нижний Корец так Воронеж у нас направо а нам а последняя платная дорога да ага и потом уходим на Лиски на направо опять же направо привет Воронеж привет всем кто там живет мы приехали почти 100 километров осталось уходим идет дождь а такое впечатление что снег мелкий идет но тоже привычка с Ворванска видеть за окошком снег осталось уже нам 27 километров устали но уже мы приближаемся да ну все сейчас позвоним пусть выходит как в том году помнишь эти сидели там вы что на дороге а там роса так а что там на дороге собака или что не знаю собака дома тень мне показалось что она мерещится в глазах устал потому что и мерещится утекла вы собака новая маленькая слушай год прошел но чуть меньше года да и все равно как будто бы недавно мы тут были так время летит невероятно так чего тут давай накатывай тропу себе туда дальше ну смотри все нормально ну здрасьте здрасьте ну здрасьте где у вас пёс злой злой маленький как вы доезжите я уже это еду уже дорога сливается и кажется уходит уже не могу а вы тоже с фонарем так тетя Клава тогда вы Колю подсветите а я пока с этого тетя Клава с фонарем а я пока свиней занесу и держите вам второй фонарь и сумку занесу с документами да погода еще такая да ужас знаете как лило там вообще дороги не видать было и темно ну ладно ехали по светлому а с Воронежа выехали а может утром разгрузим Лен я не знаю смотри ну там у нас же рыба иначе она уже разморозилась аааа в первую очередь занесла свиней там у тети Клавы смотрю перестановка вот кошка где-то еще рыжий и вот пёс ты пёс будем с тобой дружить только не сейчас сейчас надо разгружаться что необходимое в холодильнике да что не необходимое у вас остатки краски что ж я вас красила в голове меня врач хотел в больницу докатать в 4 в 4 в 4 еще раз в больницу сахар высокий ну и чё ложить хотят да я говорю не-не-не я говорю ко мне гости приезжают смотри так давай в сухомеску ай глянь сиди свисток он у меня булку хлеба съел за два дня тебя к небу тут кормят да а тут приехали с колбасой сейчас буду колбасой да не будет плохо лен ай успокойся у меня на продукты в холодильник давай на старт тарелку я налью супа кошка испугалась спряталась куда-нибудь а она за холодильником сидела нету за морозилкой а она вот она сидит за мешком в комнату только закрывать а то залезет за стенку я вчера еле вытащила горячее это надо поесть мы вот это где мы а кофе покупали в кафе держи а то урону ну что кофе иди перекусим сейчас наливайте яйцо наливайте яйцо 100 грамм налить не надо а то я упаду сразу а мне еще умыться а это что а вы это яйц деревенские купили да это сочини это сочини это пирожки с мясом это на дорогу брали давай садись а вы мне налили нет ты топчешь ты давай а я не гнаю и вырубилась да я так и думала так а вы есть будете так спасибо ложку вы кусать будете подожди ложку вот сдала на гостей ложек не достала о нашла никого не любите больше не соленая а я ем не соленый я знаю куда кислоту где соль настали вот она а думаю что ж такой пресный ну а я не врублюсь ложку тебе вторую я ж ем не соленое я поняла ну что я при куску мясо соленое давай ты с языком а я сама ты раскинул видите с Мурманской ехали я сама не знаю что я хочу улитку будете мясом улитку а если ее разогреть можете греть а можете не греть все перекусили разборки на завтра Коля уже лег свиней переселила ну что вы швыни ау сена не хватило им сена нам не хватило мы в том году почти не сушили мы же приехали сена не было ну как бы мы приехали в августе уже нечего сушить было я покупала в интернете сена я кукурузу посадила не взошла еще да нет эти малявки будьте слушай а мне кажется что я ж как это больше ну потом возьмете на ручки подержите кто больше кто меньше вот никакой все тут хорошо тут не качает не трусит никто вас да все дали себе надали воды дали еды дали ладно пошла и мыться Коля уже спит она тут гутария у меня сыпает ложись вы в две руки ехали ну он больше конечно намного меня больше поэтому особенно сейчас по темноте так вообще темно дождя рольет не видно ни обосины ничего вообще не видно вообще кошмар какой-то ну все пошли на камычи шпатки завтра будем травку есть смотреть что там цветочки какие у нас есть в огороде тюльпаны видела новую поинку купила это мы с собой взяли одну одну это потом если что куплю в магазине сено надо покупать наполнитель все не предусмотришь ладно все для намыться и всем до завтра все 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 все